Ребята, всем привет! Я начинаю искать вторую машину Первую вот я уже купил Паджерик, джипик Вторую машину хочу купить Какой-нибудь Nikkei Car За недорого, не знаю, что из этого получится Помогает мне в этом Андрюха Он варится в этой кухне Конкретно здесь, в Уссурийске Эти машины С пробегом, с пробегом автоподбор Андрюха сейчас мне покажет Автостоянки В Уссурийске, которые занимаются Машинами, как авторыночки маленькие Ну, как-то отделилась Здесь есть какая-то такая тема Есть же, да? Да, машин больше, чем на второмнике Даже больше, да? Да, в некоторых стоянках машин больше, чем на второмнике Как тебе в моей машине? Я помню, в Вен-Вагон Ты тоже так и с трудом влазил Не, в Вен-Вагон нормально было Сколько этих стоянок вообще в Уссурийске Штук? Большие, да, штуки 4-5 Ну, такие, знаешь Мне говорили, что прям на дрон там даже редко выкладывают Не, они выкладываются все на дрон Выкладываются? Конечно Не, я имею в виду, типа, как на оптовиков, ну, заранее Типа, вот как я во Владике беру, ребят Да, у них просто есть... У них, вот смотри, я беру, у них из 30 машин одна, может, до дрома доходит Очень редко Просто у них есть такие, как ты, которые просто приезжают, покупают Они им сразу скинули и все Они, да, на оптовиков работают А вот у вас тоже вроде какие-то такие есть Ну, они все выкладываются, которые машины заранее проданы Они просто уже не выкладываются Они уже проданы Из таможни привезли, их смотали, отправили Мы забираем В Уссурийске я неоднократно в комментариях читал, что как-то подешевле цены или что Ну, одну машину мы уже покупали здесь с Ромкой на авторынке Ой, ему понравилась и машина И он, кстати, ее неплохо как бы выручил с нее Он ее на продажу вышли в жук Как я говорил, работать буду, что-то я уже еще одну пригнал Работает Вот Все так работают Да, так что я надеюсь, у меня тоже счастье улыбнется Два дня у меня есть в Уссурийске Ну, если прям ничего не найду То, не знаю Буду уже брать, что есть, может, пробежную Потому что перегончик уже едет Это мы на окраине Уссурийске, да, где-то? Ну, можно и так сказать Фрида, 206 тысяч пробегов у них забирали в состояние, как у нового Ну, как бы они клиенту сразу сказали 206 родного пробега Ага Смотаны на 76 А вот тут цены не указаны, да, у них? Можно у них все спросить Машины все есть в продаже Вон, автовозы грузятся Офигеть, сразу автовозы, да? Да, вот они Один, второй Движуха и движуха конкретная идет А, в смысле, СТО, да? Ну, пузовня Ага Понятно Ну, сейчас посмотрим Я не знаю даже, что здесь Мне интересно Вот эти все три ряда Это их машины Они, то есть, не готовят Ничего Когда готовят, когда нет Но они, честно, все показывают Все расскажут Ну, это правильно Это нормальное состояние Да, конечно, с ценами было бы поэто Это на дроме их искать, да? Да, да, да Вот Краун новый Последний самый 220-й кузов Ну, это сколько? Три миллиона? Да Или два с половиной Это уже три, да? Это уже три Гибридный, да? Да, и РС 2 литра турбо Ну, из этого всего, не знаю Вот, может, Рактиш и ФИТ только По моему бюджету Остальное все Я просто извиняюсь Я номер не сохранял его и потерял Хотел ему написать спросить Это гибрид, да, ФИТ? Это ФИТ-шаттл гибрид Это не ФИТ, это ФИТ-шаттл А, это ФИТ-шаттл? Да Не видно отсюда Ага Ну, тогда ФИТ-шаттл отменяется Вот только Рактиш Но он какой-то с мутными фарами какой-то Ну, не полировали еще Ага Конечно, он только пришел к таможню Все понятно Малышенькая резина И на летний, да? Они все на летней резине Они южане А где брать резину? Все новую покупают, да? Японскую бушную покупают Покупают новую резину Китайскую, либо японскую Я вот пытаюсь выкрутиться Посмотри, вокруг Все машины, которые переднеприводные Они все южане Они все на летней резине Они, то есть, и зимой там не надо, да? Да, у них тепло Вот этот на зимний Все остальные на летний Значит, вот эта вода Полный привод, да? Скорее всего, да Вот, посмотрите Там полный, нет привода Они все, они только привезены Из поможни Видишь, почете Видишь, они грязные То есть, вот машины подготовленные Уже чистые стоят, наполированные Ага То есть, это машины только-только Вот, пришедшие Все, такие моменты бывают Вот здесь кузовня Ну, это не их Это просто совместно Просто СТО Другое Да, это такое Вон 90-ик валяется в поле Когда приехал в Приморье У вас Жигули валяются в поле У нас марки У нас это местная Волга Вот Кому нравится Фрид А кому Спайк Это вот все проданные машины Вот Андрюха говорит Что ему Фрид больше нравится Ну, у меня ни одной не было Ну, по мне, так Спайк Мне не нужны вот эти 70 Ну, Фрид симпатичнее И Фрид тоже есть не семиместный А, да? Иногда на плохих стоянках Или у плохих продавцов Ну, вот такие вот машины приезжают Подожди, подожди А это с правым рулем белый? Джип, вот это джип Гелик С левым А как это так? Мест на автовозах нет Ценник конский Чуть ли не 100 тысяч уже там До Москвы довезти машину Это не на автовозе Это на поезде 100 тысяч На автовозе больше Да? В автовозе уже до этого было В авто 20 Охренеть Уазик, что он столько не стоит Наверное, сам Да он куда-нибудь едет В ближайшую деревню Он умер в очередной раз Его засунули просто в автовоз И поехали Просто он в середине так стоит А он, посмотри, какой грязный Он где-то еще стоял до этого лет Странная история, короче С Уазиком на автовозе Так, вот мы приехали еще На одну стоянку Ну, пришли точнее Еще на одну стоянку Пожалуйста Здесь сразу выбор Кейкарчики с этой стороны Заряженные просто Мустанги вот с этой стороны Вот Андрюха говорит Как машина приходит в Японию Все думают, что они налезанные чистые Что японцы на них не едят Они вот такие вот сюда приходят То есть здесь уже люди стараются Потом уже вот такие становятся, да? Вот такие они вот Вот этот черный цвет на нем видно Потом они становятся вот такие Вот это кейкары Прям грядочка такая ровная Интересная Цены приятные О, твой конкурент Вот Андрюха вот такую продавал, да? Это 14 За сколько она уехала у тебя? Ну, вот домик Вот такой вот Вицик 565 Он, кстати, на туманочках Нормально Они в основном без туманов Нарядненько так смотрятся Черный цвет Металлический С отблеском Тюль У меня с тюлью еще не было машин Тюль Тойотовская, значит Вся вот это Стекло Остекление Все Тойотовская Ну там, правда, крутилочки Он простит Да, резиновый руль Ну, туманки Это доставляет, да? Уже сюда Так, как бы на нем Они не были подставлены Сейчас посмотрю Так Резина летняя По классике Нет, на нем Заводские туманки Заводские, да? На гитаре? Ну, это значит А у них Как она? Живела какая-то? Джавела Это самая топ, да? Ну, как сказать Там и топ у них Жи Это Тойота А Джавела такая Просто поинтереснее А то, я смотрю Все хвалятся По объявлениям Типа У меня Джавела Джавела Нет, все Просто пишут Комплектации Как правило Типа вот Такой машины Красивые С туманками С тюлечкой Все Вот Типа такого Мне надо Просто Кейкары Да, я думаю Летом еще взять Кейкары, конечно Но вот так Уже на пора Уже расти Что-нибудь Такое народу Показывать А то И знаешь Не воспринимают Почему-то Вот типа 0,7 Объем Ну, у нас тоже Не воспринимают Мотороллер У тех У кого цены На бензин По 50 рублей Говорят, что Это лучшая машина Хотя Они до этого Кричали Что как на этом Ездить На этой микроволновке А сейчас Уже нет Давайте Мы пожалуй Его же берем Субарик Вообще Злютись Москвичи Крюбят Но это Не Субару Если достоверно Это Дайклассу Мира А, это Мира Это не как Кэрол Да? Нет Это Субару Сейчас Фирма Тойота Поэтому Тойота Развлекается Как хочет Есть Рактис Есть Субару Трезия Машина Одинаковая Дверь открывается Там на шильдике Написано Тойота Корпорейт Просто Шильдики Субару И Трезия Победнее И подешевле За счет этого Вот такая Есть машинка Красивая Микроавтобус Пробег Сколько бы Вы думали 290 тысяч Посмотрим Состояние Не знаю Вообще Просто Просто Канольма Ноль Руль Вот он Черный Это к слову О том Что говорят Японцы Долго не ходят Салон Состояние Нового Да Вот это Ну ладно Не Пассажирки Сидушки Они могут быть Как новую Но водительская Причем Здесь смотри Нитки Ну и не свежие Ничего 290 тысяч Пробег Поедет в Москву Потом Кто-то у них С рынка Купит И будет думать Что у него Пробег Сколько там На доме 1070 Я не знаю Тут не показывают Esquare Это Esquare Это как 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 Нох Один в один Да А это Это уже Как Альфард Это Бедный Альфард Приехали Еще На одну Стоянку Цен Нет Вот такой Солик Соликов Вот таких Я смотрю Но они Блин На комфорках Пониже Рынка В основном А так Вообще Неплохая Машина Вот это Наверное Тоже В мой Бюджет Но Такую Хотелось Мода Комплектацию Чтобы она В максималке Была А так Сидение Ничего Отделка Интересная Приятная Такая Даже Такие Есть Варианты Свердушка Вот Еще Одна Стояночка А вот За зеленым Да Это Что продано Машины Осталось Из Трех Автоводов А тут Три Автоводов Приехало Да Вот Эта площадка Она у них Забивается Десятый Год Шестьсот Шестьдесят Пять Да Этот Спайк Здесь Чисто Все Подготовлено Все Помыто А рай Такой себе Аукцион Что у него Украшенная Дверь Да Здесь Украшенная Замена Двери Заднее Крыло Ремонт Покраска Передняя Провода Ремонт Покраска Ну Видно Она Матовая Но он Мерка Да Нет Присловно Балла Да Они Четыре Балла Бывают Украшенные Ну На климате Он Того И Ценит Такой Салон Да 134 Пробег Даже Не Ржавенький Ничего Ну Он Курен Там В Японии Да Он По низерке Где Подгонка Покраска 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 Если посмотришь В сравнении Мака Мало Видишь Матавазка Верьма Матавазка Это Матавазка Ну Как бы Выкрашенная Так себе То есть Вон Мусор Вот Сразу Тачки Уже Возле Стояночки Стоят Подготовленные Это Вот Любят Так Эти Поролончиком Заделывать Чтобы столов не было Потом вешают картонки Вешают большие Вразливики А когда Они приезжают В Красноярск Они говорят Что они на автовозе Приехали А не своим ходом Там машина не стоят Ага Ещё Едем Ещё На одну Стоянку Здесь Парканёмся Да Вон Они Вариантики Стоят Вот Это Всё Что стоит Это Проданная Машина Колёса Сразу Смотри Целый Склад Да Чё Парни Занимают Парни Двигаются Там Филдора Собираются Куда-то Уйдать Здесь Заклей Вон Филдора Вот Дворники Подняты Это Тоже Проданная Машина А Это Знак Что Да Всё Не подходить Один дворник Кто-то Два Подымает Вон Нифига Сирены Да 27 Красивые Да А Я Кстати Да Я Я Видел Вот Эти Солики На Продаже Сколько О Смотри Даже Капот Открыт Да Можно Посмотреть Получается Да Смотри Они Вообще Открытые Смотри Вот Такой Солио Свеженький Какой-то 18 Год Да Болты Кручены Ага Да Болты Кручены Андрюха Сразу Сейчас Тему Ну У него Может По Аукционнику Умененный Элемент 71 1000 Здесь Пробег Чё Тут Из Опции Кнопочка Электродверь Но Вот Комфорки Эти Конечно Они Доставляют Машина Хорошая Это Некий Кар Полноценный 1.25 Здесь Мотор 4 цилиндра Вот Здесь Кстати Здесь Про Кур Был Видно Строчку Сделали Но Сделано Ничего Красиво Смотрится Дверь Белая Была Раньше Она Хорошо Покрашена Здесь Что-то Жемочки Какие-то Это Неложитель Он же Не новый Ну да Стоит Столько Такой Солик Ох Нифига Тут Отдел Огромный Какой Пахнет Химчисткой Все Почистили Все Красиво Раньше Они вообще Машины Не готовы Как тебе Цвет Такой И это Тоже Цветная Да Цвет Морской Волны Но У вас Цветные Ты говоришь Не очень Любят Подожди Слушай А здесь Тоже Нет Наверное Это Не Про Кур Смотри Здесь Тоже Строчка Есть А Там Нет А Ну Я Не Про Это Я Про Это Смотрю Здесь Точно Так Ну Вот Блин Вот Здесь Калькулятор Что Вы Поставьте Нафиг Вам Это Капож Состояние Тут Прикольнее Да Ну Что Там Жопу Идем Жопу Поджали Ну Не Не Капож С А Не С Эти Капож Тоже Смотри Ага Капож С С Вот Это Все Разбиралось Получал Бог Было Да Что-то Было Вот Этот Ты имеешь в виду Зазорчик Зазорчик Видишь Мань Там Замон Да Вот Ну Ну Кажетом Снизу У нас Посмотрим Да Вот Такую Сиреночку А На них Кстати Гибрид Какой Хороший Нет У них Не Гибрид Такой Так Как На Хонде Да Как На Ниссане Это Есть Ниссан Ну В смысле Как На Ниссан Ага Короче Сирену Надо Е Пауэр Брать Да Это Самый Топчик Ну Тут Все На Солазках Вообще Тут Просто Столько Места Просто Жесть Ну Вот Эти Сидения Тоже Место Занимают В багажнике Ну Хотя Тут Что-то Вон Железо Какое-то Видно Так Должно Быть Что-ли Не Прикольная Стоянка Что Машины Открытые Можно Посмотреть Ну В В В В В В В В В Вообще Круто А Вон Заклеиваются Ребята Сразу На Дорогу Да А Вот Колеса А тут Продают Колеса Да Вот Еще Кейкарчик Заехал Да Это Вагон Р Свежий Как-то Выглядит Как будто Старый Кузов Вообще Да Тут Такие Машины Валяются Inspire Пацанская Тачка Вархаммер Стоит Суброб Праворукий Левый Левые руки Интересно Был бы праворукий Интересно Бывает Праворукий Хаммер Не бывает А Макуру Андрик Зачем Переверк Конечно Интересно А Все Закрыто Закрыто Левый Закрыто Закрыто Слушай Андрюх Ну В начале Десятых Годов Стихала Тема Когда Стихало Да У меня Батя Даже В начале Двухтысячных Она Затухла У меня Батя Брочит Поэтому Мне клиенты Обращаются Тоже По подборам Ты общаешься Почему Вы не возьмете Солярис Новый Он говорит А мне 45 лет Я взрослый Мужик Я хочу Комфортную Машину А я Прихожу В салон Солярис Миллион Шестьсот У него Окна На веслах Магнитофона В машине Нет Да Раньше Все орали Ой Пруль Правый Руль Ни за что А сейчас В таких Ситуациях На базу Налево Вспоминают Что Есть Правый руль Да Прямо Территорию И Что Выхода Это не остается И все Обратно Садятся На правый руль Потому что Вот мы Отправили Приус Альфа У него Панорамная Крыша Автосвет Она Вот здесь Она Держит Сама Полосу Кожаный Салон Кожаный Руль Адаптивный Круиз Контроль Сейчас Смотрим Значит Окрасочные Моменты Как машины Делаются Идеально В кавычках А он Как бы Морго У него Не было Там В боке Стоит Машина Восстанавливается А что Он Цвет Необычный Такие Желтые Была В Японии Пришел Интересно Я такой Не видел Даже Зеленый Видел А вот Желтый Внутри Белый В Японии Пришел Так Перекрашенный В Японии А вот Такое Да Да Вот Здесь У машины Не было Морго Вот Крыша Лежит На Акуру Малярки Сразу И мебель Делают И сразу Машины Реально Мебельный Цех Да И сразу Намотали Да Вот Оно Восстановленное Кура Правая Рука Ну Это Вообще Хонда НДИК А уже Делано Было Да А Вон Видно Вот Бас Окупленный 30 Чудей Она Стояла 6 лет Хозяева Мне нужная Просто На стоянке Ее Купили Соответственно Похабных Перекупов Которые Вот Это С ней Сделали Чтобы Она Еще Семь Сделала Это Че Пена Да То есть Вот Ребята Сейчас Переделывают То есть Вот Вот Эта Перекупа То Что Делают Пацаны Это Нормальные Мастера То есть Ее Сейчас Полностью Восстановят Она Будет Вся Целая Это Это Сколько Месяцев Буду Делать Здесь Стапель В том Боксе Вот Акура Висит Она На Стапеле То есть Ее Сейчас Вытяну Всю Зазор Все Вот Это Гнилье Уберут Все Поменяют А как Это Будет Пескоструить Это Все Будет Уменяться Все Запчасти Купили Вот Это Все Отсверливается Вот Видишь Пускай По Точкам Отсверливается Это Убирается Это Нормальная Пороги Заменили Здесь Все Будет Вытянут Здесь Будет Целое Здесь Не Будет Сделано Практически По Заводу Покрашено Немножко Шпаклен На То Что Здесь Такой Удар И Будет Она По Рыночной Стоимости Дов Ну Чуть Ниже Но Она Будет Сделана Не Вот Так Она Будет Сделана По Человечески Да Это Вообще Облетело Да Аккуратно По Точечкам Как В Лучших Сервисах Все Покрашено Но Эту Не За 30 Купи Да Эту За 70 Купи За 70 Ну Тоже Неплохо Так Она Уже Года Здесь Но У вас Запчасти Дешевые На Немножко Как Сказать Хорошие Запчасти Тоже Мы Не Забираем То Я Сам Раньше Занимался Здесь Ребята Сейчас Парни Занимаются Ну Периодически Помогаем Наскать Запчасти Мы Не Покупаем Плохие Запчасти Все Запчасти Чтобы Они Были Целенькие Хорошие Чтобы Машина Хорошая А Эту За 70 Купили Да Тоже Она Стояла 3 Года Стояла В поле Вот Мы Ей Жизнь Спасли Слушай Так Это Есть Видеоблог С Мурманской Области Знаешь Миша Яков Да Они 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 Также Спасают Машины С угробом Да Только Мы Кузовню Восстанавливаем Мотор Здесь Живой Она Заводная Но Они Тоже Они На Гелике Делали Да Это Для Многих Это Будет Хорошо Сделан Полноценная Машина Так А ты Не Хотел Был Был Заснять Про Это Ну Такой Нет Мы Такой Стараемся Не Показывать Потому Людей Психика Не Будут Те Живе Крова А то Что Машину Можно Сделать Хорошо Понятно Я себе Плохо Открыть И С 90 Марка Восстанавливать За марки Обидно Надо Марка Восстанавливать Но Я Говорю Ты Не Хочешь Показать Это Такое Восстанавливание Вот Такое Нет Потому Что Говорю Люди Будут Все Это Засирать А Это Труд Кропотливый Сам Просудил Вот Эта Машина Восстанавливается С декабря Ну И Сам Видишь Что С ней Сделано То Есть Она Встанет На Стапель Она Будет Восстанавливаться Еще Около Года Ну Ей Занимаются Вишни Каждый День Ну Да Потому Что Мебель Но Суть В том Что На Стапеле Чтобы Она Была В Будет Все Понятно Эта Машина Покупала Для Себя Короче Своя Кухня У вас Тут Да Все Делается Своей Не Утром Через 200 Метров Верните Налево А Затем Верните Направо А Сейчас Минут На Пять Отвлекусь От Поиска Машин От Телефона От Интернета Андрей И его Жена Юку Пригласили Меня В гости Пообщаться Немного А Также Познакомить С Японской Культурой Готовим Настоящие Японские Суши Риски Это Майонез Тоже Японский Тут Уже Я Насыпал Рис Салат Огурец А Это Японский Омлетик Он Как-то Слоями Да А Это Подсвет Еще А Я Омлет Сверх Омлет Снизу Крутить Начинаем Да Это Немножко Есть Секрет Вот Здесь Край Вот Здесь Как Объяснить Не знаю Ну Быстро Так Что Иначе Не распадется Резко Вот Это Должно Опуститься Вот Сюда Резко Сейчас Сделаем Еще Три Раз Два Три Оп Теперь Надо Вот Вот Так А Чтобы Они Склеились Тогда Сейчас Посмотрим Склеились У меня Нет Да Получилось Еще Трамбуем Да Ага И Откроем Открываем Смотрим Вот Широла Они такие Побольше Диаметра Чем Магазинные Продаются Там И коммагат Шаурма Кстати На шаурму Похоже В армии Все блюда Чтобы Вкуснее Было Мазиком Приправляются Вот Видно Человек Профессионал Работал И я Да Сразу Тут Майонез Тут Рис Все Накрошил Так Мы сегодня Объедимся Рулов Ну Они За счет Риса Сытные Такие Теперь Правило Как дальше Резать Правильно Чтобы Не развалить И не сломать Сейчас Все покажут Это Японский Нож Сто-йеновый В смысле Ну Дешевый Но Японский Дырышки Специально Сделан Да Чтобы Не цеплялась Да Чтобы продукты Как бы Удобно Было Войти И войти Надо Обязательно Смочить Нож Перед тем Как Резать Обязательно Смочить Водичкой Специально С дырочками А И Скажи Про толщину Какой толщины Надо делать Их Потому что Рома Смотрю Там Уже Тоньше Пошло Потолще Да Где-то Вот Вот Такой Наро Идеальный Вариант Вот Этот Где-то Обычно Вот Эти Которые Остаются Края Ну Такие Некрасивых Убирают Это Потом Когда У нас Не на стол А сами Просто Так Покушать Раз Поел А так Чтобы На столе Красиво Стояло Так Да В конце Которые Остаются Вот Так Уничтожаются Все Нормально У тебя Крутые Получились Роллы Вообще Как Это Как С магазина Вон Тебе Маленькие Ну Вот Смотрите Настоящие Японские Суши Роллы Приготовил Вот Это Японская Тарелочка Это Китайская Тут Вот Этот Все По Японски Там Тоже Все По Японски И Блоги Тоже Японские Смотрим Обычно Вот Немножко Васаби И Смешивают С соем Соусом Получается Такой Горьковат Кисловатый Вкус Приятный Непка Она отличается От горбуши И от Семы Что Она Крупнее И мясо У ней Более Такой Вкуснее А в Японии Лисы Даже едят Палочками Да Обязательно Обязательно Да По мне Так удобнее Даже Не то что Вилка Ложка Самая Удобная Сейчас Я сбацю На Японской Гитаре Такой Инструмент Интересный Черный Лакированный Реально Как она Как гитара Струны Натягиваются Здесь Они прижимаются Есть Пятиструнка Здесь Играет Здесь Отверстие Уссурийский Тестирую Такую Гостиницу 350 рублей Что ли стоит Такой Такой Номерок Все Достаточно Аскетично Ну и За такие Деньги Конечно Тут Всего Один Человек Я так понимаю Продолжаются Поиски В Уссурийске Уже Следующий День 28 Тысяч Стоит Девятого Года Полторашка Соответственно Передний Привод На летней Резине Посмотрим Что внешне Даже Ключ В замке Такие Потерности Уже Присутствуют Дверь Уже Руками Надо открывать Не электрическая Ну Сзади Вот Полностью Ряд Средний Ряд Две Сидушки Вот такие Так Что там Снизу Как Опа Ремни 2008 Года Здесь Приятно Что на климате На телевизоре Руль Резиновый Ну Такой Нормальный В нормальном Состоянии Можно Сказать В хорошем Пиропатрона Нету Этого Аукцион Сорвали А Номер Кузова Вот он Да Надо будет Сейчас его Проверить Ну Как По этим Ремням Тоже Восьмой Год Да Тоже Восьмой Год Короче Ребят Нет Этого Африда Валиада Нет Статистики Год Завысили Не знаю Связываться Нет С таким Вообще Непонятно Разговаривают Если честно Ну нет Такого общения Что Рассказали Сами Просто Ну давай Че Да Да Нет Нет Ну вот Так Ну блин Не знаю Как-то Верните налево Короче поехал Фунтика смотреть Сейчас в Артем 80 километров Керачить На этом проглоте Блин Это жесть Не знаю Блин Или не ехать Реально 80 километров Сейчас От Артем Уедешь Тоже Человек Отвечает Нервно Перекупщик Продает Фунтика За 200 тысяч На фотках Нормальный Просто Есть такая Мысль Устроить эксперимент Кто смотрит Блог Знает Что недавно Honda Fit У меня в руках Побывала 2003 года И Как все это Получилось Те кто смотрел Он знает И появились Такие мысли Чисто Вот как Бизнес Проект Чисто С точки зрения Да Заработка Что цена То есть Разница в ценах Такая же Как машина Там за 600 тысяч Часто смотришь Да Так же И за 200 тысяч То есть Они у нас Там 300 350 Здесь они 200 Но тоже Человек Не вообще Разговаривает На каждый вопрос Очень остро Реагирует Очень Не дерзко А вот именно Резко Как-то Нервно Короче Ребят Кто вот так Едет Не думайте Что вас Кто-то здесь Ждет И прям Ну будет Вам тут Рассказывать Все Это Вежливо Если не видят Вот так Что-то Зажмурился С деньгами Вот так вот И все И готов Отдать деньги И убежать И уехать Быстро На этой машине Если не видят Такого То ну все Тебе никто Ничего не будет Не рассказывать Не показывать И их может И можно понять Что типа Им Ну и Вот эти все Разговоры Куча разговоров Неинтересно Но про машину То можно рассказать Что скажешь Ну что Красивая На фотографиях Понятно Только что Нужно сказать Красивая Вспомнил Что есть у меня Подписчик в городе Артем Есть номер Телефона Его Вот Он как раз На соседней улице Находился Посмотрел Сейчас я еду На авторынок Уссуриз Ну сейчас уже В районе Пяти часов Ой Четырех часов Вечера Рынок вроде как До пяти Ну хотя бы Что-то оббежать Но честно Не надеюсь Чисто вот Еду Наверное Не знаю Для галочки Хотя вдруг Какой-то машины Нет в дроме Она есть там И она прям Какая-то Это только Вот заехала Ну не знаю Наверное На что-то Рассчитывать Не знаю На что Ну просто Побывать там Хотя бы Машинки Машинки есть Но цен Нету Вот допустим Honda Freed 3,5 балла А цены Нету Алло Honda Freed Сколько стоит У вас Да 765 Да 765 Да А он Так Сейчас Год Какой Ага Все понял Спасибо Дорого Дорого Так Ну это уже Какой-то Посвежей Да Тринадцатый Год Еще Дороже Я думаю Будет Это Инбокс Свежий Так Черный Это Десятый Год Тоже Я думаю Дороже Ну-ка Про боксы Хотя Про боксы Я не очень Хочу Так Шестнадцатый Год Полный Привод Без Цены Ну я думаю Здесь Все Без Цены Короче Маш Цены Машины Без Цен Потому Что Видимо Надоело Переписывать Цены В связи С Подорожаниями Да Все То же Самое Вон Фит Тоже Интересен В принципе Семнадцатый Год Алло А сколько Солик Стоит У вас Семнадцатый Год Да Ага У нее Там Статистика Все Это Есть Погода Да Ого Первая Машина С ценой Восемьсот Пять Тринадцатый Год Гибрид Рядов Дофига Честно Очень Много Рядов 123 Тысячи Километра Оценка Три С половиной ЦЦ А Ну это Десятый Год Я думаю Тоже Подороже Спайк Вот Вот Она Резина БУ С Японии Ее Там На Помойках Собирают Бесплатно Ну Таможен Таможен Конечно Наше Государство Оно Берет Как бы Музду За все Таможен За какие-то Небольшие Деньги По космосу Здесь Продают По двадцать тысяч За комплект По тридцать По сорок тысяч За комплект Жесть А у людей Нету выбора Особенно Когда снегопады Вот Ты купил Здесь машину На рынке И все Тебе вон Выезжать Туда Вот Надо Выбора Нету Это летом Пофигу Можно Там На зимний Шуршать Да Особенно Когда Жары Нету А зимой Выбора Нету Там За перевалами Снегопады Метели Морозы Алло Я вот По фриду Звоню За 628 Который Стоит Этот Проданный Завтра Еще Будут Этот Проданный А завтра Какие будут Дешевые Или дорогие Пока Не знаю Звоните Узнавайте Пока Нету